Сроки вышли, а отопление есть не у всех. В чем причина и когда батареи нагреются, объяснили в администрации города. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите Давича. Меня зовут Светлана Халявина. Здравствуйте. В Урванцево скоро построят три новые улицы. На каком этапе работы, что осталось сделать подрядчикам и когда объекты будут сданы? В ГИБДД подвели итоги уходящей недели. Рассказали об авариях и пострадавших в них людях, а еще напомнили о сплошных проверках на трезвость. В субботу все желающие могут избавиться от мусора с пользой для экологии. По Кирову поедет эко-мобиль. Где и во сколько он появится? Для аниматоров в России решили ввести новое требование. В Госдуме посчитали, что просто развлекать детей недостаточно. Нужно знать психологию и педагогику. А что об этом думают кировчане? Батареи нагрелись почти во всех домах Кирова. В администрации города уточнили, что теплом обеспечены больше 98% жилого фонда. По сообщению кировского филиала Т-Плюс, отопления нет только в 12 домах из-за ремонта тепловых сетей. Завершиться работы планируют до конца этой недели. До сих пор поступает обращение об отсутствии отопления в домах. С коллегами отрабатываем каждый случай. В основном это связано с настойкой внутри домового имущества. Надеюсь, что в ближайшее время тепло появится во всех домах. В Урванцево завершаются основные работы по строительству улиц капитана Плетнева, энтузиастов и Дмитрия Козырева. Как сообщили в подрядной организации, на всех объектах началась укладка верхнего слоя дорожного покрытия. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда». После асфальтирования останется благоустроить газонную часть, установить освещение, знаки и нанести разметку. Часть работ, возможно, выполнят в следующем строительном сезоне, уточнили в мэрии. На завершающем этапе обустроят пешеходные зоны. Участки подготовлены для укладки брусчатки. Добавлю, что ответственные лица планируют, что все три улицы будут построены к ноябрю 2024 года. На улице капитана Плетнева производим устройство верхнего слоя покрытия щема 16 толщиной 5 сантиметров. В планах как можно быстрее уложить верхние слои основания, пока это позволяет погодные условия. До этого были выполнены такие виды работ, как устройство песчаного основания, устройство щебеночного основания с последующим уплотнением. Один человек погиб и 21 получил травмы на дорогах Кировской области. В ГИБДД подвели итоги уходящей недели. Всего на территории региона произошло 20 аварий. Сводки пополнили Фаленский, Юрианский, Слободской, Кировочепецкий районы и город Киров. В выходные дни состояние водителей будет под особым контролем. Пройдут сплошные проверки на трезвость. В госавтоинспекции напомнили, что садиться за руль пьяным чревато последствиями. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Не омрачайте выходные дни неприятными сюрпризами на дороге. Будьте дисциплинированы и внимательны. Сотрудники прокуратуры нашли в Кирове фирму «Однодневку». Установлено, что 46-летний местный житель незаконно создал юридическую организацию и оформил ее на своего знакомого. При этом оба понимали, что заниматься бизнесом они не планируют, а приятель будет лишь номинальным руководителем фирмы по отмыванию денег. Результаты проверки прокуратура Ленинского района города Кирова направила в органы предварительного расследования для дачи юридической оценки установленному факту. По результатам рассмотрения материалов надзорного ведомства следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 173 прим. 2 Уголовного кодекса России по факту незаконного образования юридического лица. Все желающие могут сдать вторсырье на переработку. 14 октября по городу поедет «Экомобиль». Он сделает остановку в чистых прудах на Чистопрудненской 10 за торговым центром с 10 утра и до часу дня. На переработку можно сдать пластик, тетропак без крышек, алюминий, жесть, макулатуру и другие отходы. Вторсырье должно быть чистым и разделенным по фракциям, а с бумаги и картона нужно убрать скотч и наклейки. Также принимаются и редкие фракции – крышечки из пластика и металл, пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки от напитков и распылителей. Должны не только играть с детьми, но и разбираться в психологии. В Госдуме предложили установить требования к образованию, знаниям и навыкам детских аниматоров. В основе работы аниматора – игра с детьми, а через игру формируется личность ребенка, считают авторы инициативы. Ведущие детских праздников таким образом не просто развлекают, но и воспитывают ребят. Мы решили спросить у наших подписчиков, каким должен быть аниматор. Запустили опрос в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Заходите, голосуйте. Итоги подведем в вечернем выпуске новостей. Ну а что ответили прохожие на улицах узнаем прямо сейчас из рубрики «Мобильный опрос». Дружелюбным, общительным, открытым, честным, по отношению к людям и к самому себе. Каким еще? Как вы думаете, все ли могут быть аниматорами? Нет, далеко не все. Потому что кто-то интроверт, кто-то нет, и, соответственно, кто-то находится больше в себе, а кто-то готов дарить энергию людям. Жизнерадостным, креативным и подстраивающимся под любые ситуации. Как вы думаете, должен ли он разбираться в психологии детей? Конечно. Ну, наверное, потому что, когда ты работаешь с детьми, нужно знать все тонкости в психологии, чтобы никак не нарушить психику. Бодрым. Очень веселым. Веселый, который любит свою работу. Если бы дети сами умели быть веселыми и жизнерадостными, а аниматор бы только немножечко наводил, так сказать, общий фон и больше инициативы давал детям. Активным и очень любит детей. Мой взгляд, он должен хорошо чувствовать людей, детей. Он должен быть высоким, чтобы его все видели. Быть изобретательным, то есть знать и уметь придумывать разные игры, которые были бы для детей, но и не просто такие развлекательные, но и как бы такие, чтобы они закладывали какие-то стремления, интерес к знаниям. И в конце выпуска добавлю, что оперативно следить за новостями можно в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Но прямо сейчас наш эфир продолжит бизнес-новости, а дальше программа «Объясняю популярно». И у меня на этом все. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Что изменилось у вас за год? Драгоценности – прекрасный вариант подарка и для мужчины, и для женщины. Но поскольку у всех вкусы разные, верным решением будет покупка сертификата. И для этого даже не нужно ехать в ювелирный дом. В продаже появились электронные сертификаты. Пара кликов, и он уже будет лежать на электронной почте. Заходим в сообщество «Ювелирный дом Романа ВКонтакте». Увидели кнопочку «Купить сертификат». Члены конкурсной комиссии, особенно девушки, оценили новый сервис ювелирного салона. Красивые изделия, современные, уникальные, интересные технологии. Также консультант рассказал о новой возможности приобретения сертификатов в виде электронных сертификатов. То есть теперь не нужно никуда идти. Для того, чтобы приобрести подарочный сертификат, можно все сделать через группу ВКонтакте. Очень удобно, здорово. Кроме того, в ювелирном доме действует акция «Царский кэшбэк». В ней могут принять участие все покупатели. Принцип простой. Покупайте украшения и возвращайте часть их стоимости обратно. Все подробности у продавцов-консультантов.